Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас будет лекция, посвященная теме алхимия в контексте мировой философии. Я очень сильно благодарю Славка и Шуе ППШ за то, что они совместными усилиями заказали эту лекцию. В данной лекции мы попробуем охватить несколько граней такого явления, как алхимия. Дело в том, что дать точное определение алхимии не представляется возможным из-за разночтения в ее трактовках. Более того, мы будем рассматривать не только единую европейскую традицию, но и попробуем разобраться в том, что такое китайская и индийская алхимия. Если попытаться уместить все эти традиции в одно определение, то получится, что алхимия — это любая работа с веществом, кроме чисто химической. Хотя в таком контексте становится непонятно, чем химия отличается от разных типов алхимии, и, возможно, эту науку можно классифицировать как разновидность второй. Ну, то есть, неожиданно, если мы даем очень широкое определение алхимии, то почему бы не внести туда химию как разновидность алхимии, да? А если мы даем узкую трактовку алхимии, то непонятно, почему мы можем говорить о том, что существует китайская алхимия и индийская алхимия, еще, наверное, какие-нибудь другие типы алхимии. То есть, здесь такая проблема определенческая может у нас возникнуть неожиданно, и из этого нам тоже придется каким-нибудь образом выкручиваться и что-то, в общем-то, предпринимать. С другой стороны, у нас есть довольно четкое течение от античного герметизма через исламскую, средневековую и возрожденческую алхимию до нового времени, где мы можем обнаружить некую степень единства учения, целей и методов. В таком случае алхимия становится отдельной традицией, и, ну, как бы, все хорошо. Под алхимией мы будем понимать теорию и практику, сочетающую в себе элементы натурфилософии, магии и работы с веществами, которые направлены на их совершенствование, ну, собственно, веществ, совершенствование веществ. Очевидно, что практика манипуляции с разными веществами имела место задолго до возникновения алхимической традиции, например, в Древнем Египте. Ведь в самой древности там люди нуждались в получении веществ для бальзамирования трупов и других целей. Античная алхимия отсылает нас к египетской традиции, а потому неудивительно, что первую начинает олицетворять бог тот, который нередко объединяется с Гермесом, а после есть легендарным основателем герметизма Трисмегистом, которых тоже, кстати, звали Гермес. В первом смысле имеется в виду Гермес Бог Гермес, Меркурий, ну и тот, который тоже здесь рядом с ними олицетворяется с Гермесом. Ну и Гермес Трисмегист, он трижды величайший, о котором мы еще немножко поговорим, но попозже. Давайте начнем с самой главной темы, которая касается всей лекции. Это натурфилософия и алхимия, потому что связь с одной стороны натурфилософии, с другой стороны алхимии очень тесная. Алхимия всегда является следствием некой идейной базы, представленной в виде той или иной натурфилософии. Европейская алхимия развивалась в рамках идеи четырех-пяти стихий огонь, вода, земля и воздух. Ну, иногда эфир или иногда там пятая сущность, типа души. Ну, вы сами понимаете, там некоторые тоже разночтения могут быть. Для нее особое значение имеют стихийные образы и обозначения. Не зря Парацельс, о котором речь зайдет позже, написал текст, посвященный Сильфам, Ундинам, Гномам и Саламандрам. Также, не просто так, разные алхимики используют символы стихий в качестве основных обозначений. Алхимия – это зона пересечения многих дисциплин, но, как и практически всегда, основой здесь является философия. Философия может задавать цели, методологию, исходную картину мира, в рамках которой работа с веществами может привести к тем или иным последствиям. Ну, например, созданием из неблагородных металлов золото, или там сотворение философского камня, эликсира бессмертия. Да? Ну, вот такие вот вещи, которые вроде бы считаются наиболее желанными, по крайней мере, у европейских алхимиков. Если мы рассмотрим историю алхимии, то придем к выводу, что она всегда и во всех регионах являлась следствием из философских воззрений и представляла собой практически теоретическую сферу применения идей некоторых мыслителей на практике. Что мы, кстати, рассмотрим как в контексте европейской алхимии, так и в контексте, собственно, китайской и индийской алхимии. Следует обозначить, обратить внимание на ряд свойств стихии, как следствие на формы восприятия стихии в алхимии. Стихии могут восприниматься в нескольких плоскостях, две из которых нас интересуют в большей степени. Во-первых, они представляют собой некую комбинаторику двух свойств. Сухого влажного и теплого холодного. Ну, вот свойство сухое, свойство теплое. Да, противоположность этих свойств это уже, ну, как бы степень этого свойства. Что-то может быть сухим либо влажным, либо теплым или холодным. Ну, например, огонь сухой и теплый, вода влажная и холодная, земля сухая и холодная, воздух влажный и теплый. Вот эти вот все характеристики, они применяются в алхимии. Причем эти характеристики мы встречаем в тексте Аристотеля, но, насколько я понимаю, Аристотель здесь не является их изобретателем. А вот во втором случае мы имеем концепцию стихий, фундаментальным свойством которых является движение. Ну, например, огонь движется вверх, земля движется вниз. Оставшиеся стихии занимают промежуточное положение между ними, и каждая из них двигается несколько по-своему. А вот эту концепцию уже сформулировал Аристотель, и вроде бы никто ее, ну, до Аристотеля не придерживался. Как мы видим, стихии могут олицетворять важнейшие для алхимика свойства сухости, влажности и температуры, а также задавать направление движения материи. Это принципиально важно для практики. Это теоретическое основание стихии, как некие определенные воображаемые или реальные, ну, скорее, воображаемые реальные даже сущности, обладающие определенными свойствами, которые как раз и позволяют использовать эти вещества и как-то символически их соотносить, не вещества, а стихии, соотносить эти стихии с веществами. Что наделяет эти стихии определенными, ну, не обязательно магическими, но все-таки возможностями, которые могут влиять на вещества тем или иным образом, преображать их, закалять, раскалять. Здесь очень важна определенной степени образность, воображение алхимика, который применяет все вот это, вот все эти стихии на реальные вещества, на реальные их соединения, на реальные их смеси. Чтобы вы понимали, все это реальная практика, которая базируется на философской теории. И это сильно, и это сильно. То есть вот такая писательная система с огнем, воздухом, водой, землей. Она может довольно эффективно работать. Оба свойства разбирались Аристотелем в его физике, в его работе физика, можете прочитать. Притом определение стихий через их движение, судя по всему, он сам придумал. Важно удерживать в уме, что основатель герметической традиции был хорошо знаком с текстами неоплатоников, а также пользовался их терминологией. Сток алхимии с философией более чем очевиден. Впрочем, можно попытаться отыскать и другие сопутствующие источники, такие как астрономия, астрология, магия, мифология и религия. Связь алхимии с которыми станет понятна в процессе последующего повествования. То есть наша основная цель сейчас... Мы с вами в принципе сосредотачиваемся на том, что алхимия это производная от философии. Но с другой стороны, мы имеем очень сложную картину мира, в которой имеются так называемые религии, мифологии и прочие интересные, замечательные вещи, магии. И как будто бы все это отличается от философии, да, как будто бы может нам показаться и от науки, как будто бы все это отличается. И мы как будто бы должны делать вид, что это разные вещи и это как будто бы разные истоки. Хотя, скорее всего, в древних умах это либо было синкретично, ну, либо философия просто была неким основанием для занятий, ну, например, мифологией. То есть у нас была до этого мифология, до философии, но потом философы создают свои учения и уже в контексте этих учений трактуют мифологию на новом уровне. Ну, например, появляются боги из атомов, боги из чего-нибудь там еще и огромное количество разных-разных-разных вещей. То есть, соответственно, сама философия служит средством интерпретации той же самой мифологии. Но и с другой стороны, я, наверное, с большим трудом мог бы отделить религию и мифологию от философии, потому что, ну, для меня мифология – это тоже набор определенных идей. А философию я постулирую как некое средство создания новых идей. Соответственно, мифология, она когда-то тоже произросла из философии, если соответствовать моему определению, ну, как и астрология, как и религия, как и многие другие вещи. Но это все абсолютно не важно, потому что определение мы можем давать как мифологии, так и религии, так и философии. Вот неограниченное множество определений могут быть даны. Какие хотим, такие даем, и потом из этого что-то у нас должно следовать. Как хотите, так и поступайте. Я просто отмечу, что ситуация здесь довольно сложная, довольно неоднозначная, прежде всего из-за того, что определение крайне переменчивое, крайне переменчивое. Теперь мы перемещаемся к важной части данной темы. Это античная алхимия, ну, запятая герметизм. Исток алхимической традиции чаще всего видят в герметизме. Учении, основанном Гермесом Трисмегистом. Трижды величайшим, вообще-то, да? Автором герметического корпуса. Но следует заметить, что он не сам собрал этот корпус. И формально он автор отдельных текстов внутри герметического корпуса, которые уже позже, после его жизни, были составлены в определенном порядке. Ну, вы понимаете, как это обычно бывает. Такое было и с Аристотелем, и его лекциями. Такое было много с кем. Ну, то же самое с Гермесом произошло. Египетские корни данного учения очевидны. Впрочем, важно понимать, что герметизм возник в середине 3 века нашей эры, когда и были написаны многие работы Трисмегиста, трижды величайшего. Есть основания полагать, что Гермес был связан с египетской культурой, так как в его текстах постоянно идут отсылки на бога то-то, ну, и не только на это. С другой стороны, не отрицаются и персидские влияния. Трижды величайшая, максимально таинственная персона, которая в большей степени напоминает миф, а потому с полной уверенностью рассуждать о нем не представляется возможным. Вероятно, герметизм зародился в рамках александрийской традиции. Ну, кстати, я напоминаю, что Александрия – это греческий апостол и римский город, расположенный на территории Египта. Ну, вы представляете, да, где он там находится, соответственно. И вы, я полагаю, представляете, почему он назван Александрия. Ну, потому что Александр его, в общем, взял, и как город был взят, все, Александрия греческий. Кстати, один из самых важных греческих городов в Египте, чтобы вы понимали. И это большой-большой центр культуры, античной египетской культуры, если так можно выразиться. То есть, та же Александрийская библиотека не просто так возникает. Александрийский неоплутанизм тоже довольно известен. Александрия – очень важный культурный центр для своего времени. И вообще неудивительно, что зарождение герметизма как-то связывают с Александрией, александрийской традицией, александрийским образованием. Потому что это действительно довольно знаковое место для поздней античности. Ну, даже еще не поздней, ну, для поздней античности, да. Это уже знаковое место именно для поздней античности. Так вот, он включает в себя герметизм, понятие о четырех стихиях, а также предлагает работать с основными металлами, каждый из которых сопоставлен с основными небесными светилами. Ну, Солнце, Луна и планеты. Ну, например, вот у нас стандартная схема начинается, алхимическая. Ребят, запоминаем наизусть, да. Серебро – это Луна, ртуть – это Меркурий, медь – это Венера, золото – это Солнце, железо – это Марс, олово – это Юпитер, свинец – это Сатурн. Гермес – Трисмегист, Гермес – Меркурий. Вы поняли, Меркурий – римский бог. Но он как бы сопоставим с Гермесом. Ртут и Меркурий соотносятся. В алхимической традиции. Меркурий – Гермес. Ой, очень важная персона вообще-то, прям невероятно важная. Прям, прям вот царь во дворца, царь во дворца – один из самых, в общем, главных персонажей. Вот этот вот самый Меркурий. И Меркурий соотносится с ртутью неожиданно. Да, конечно, золото – Солнце и серебро – Луна – это благородные металлы. Они замечательные, они классные. Но все начинается с ртути. Мы должны учиться обрабатывать ртуть. То есть и в Китае ртуть, и в Индии ртуть, как ни странно, хотя там Меркуриев не было. Но при этом всем основанием для всякой алхимии является ртуть. Довольно ядовитая штука на самом деле. И в некоторых традициях эта штука даже внутрь употреблялась тело, о чем мы поговорим, кстати, позже. И ввиду этого у нас возникает такая, вы знаете, единое, наверное, свойство пока что для всех трех алхимических учений, больших, больших алхимических учений. Да, мы можем разделить такую Европа, исламскую традицию. Она единая, потому что вот буквально начинается с античности. Потом мусульмане берут из античности очень много, включая алхимию. Исламская культура, она в принципе эклектична и строится на базе предшествующих культур, включая античную. И алхимия оттуда, видимо, и пошла. Так вот, и потом исламская традиция передает всю средневековую традицию, которая почему-то античности лишилась. Мы знаем почему, но мы не будем сейчас рассказывать про это. И соответственно, вот и наблюдается одна единая традиция от самой древности до нового времени. Вот единая традиция алхимии. Китайская традиция алхимии, она другая, и она берет другие истоки. Индийская традиция, она возможно связана с китайской. Но все три, они имеют одно единое свойство, по крайней мере. Ну, вот одно стойкое свойство, которое прям вот является прям, знаете, фактом, фактом, за которым мы можем уцепиться. Все три алхимии, все три алхимических больших культурных региона, они оказывается строятся, начинают свое исследование с Меркурия. Ну, с Ртути точнее. Это, по факту, очень интересный. Это очень интересный факт. Мне он не до конца понятен. Он для меня не до конца проясним. И в этом, на мой взгляд, заключается один из важнейших вопросов. А почему Ртуть? Почему Ртуть? Почему не что-нибудь еще? Ведь химические преобразования можно производить с огромным количеством веществ. То есть, у нас есть травы, у нас есть органические вещества. Ну, может, зверюшек просто убивать, и там у них жидкости всякие, кислоты, не кислоты, добывать из них можно пробовать. У нас есть другие, у нас минералов дофига, у нас дофига других химических веществ, которые неплохо друг с другом взаимодействуют. Почему из огромного количества веществ всеми тремя регионами была выбрана Ртуть? Ответ неизвестен. Я заранее отмечу, что пока что, ну, непонятно, почему именно. Но при этом всем, при этом всем, ну, могут быть разные догадки. Может быть, мировая алхимия, она друг с другом очень тесно связана. Может быть, мировая алхимия, она произошла из одного источника. Ну, там, допустим, либо из Древнего Египта, либо из Древнего Китая, торговыми путями как-нибудь информация перемещалась. А может быть, и нет. А может быть, это и совпадение. А может быть, Ртуть это что-то более-менее такое вот базовое для всех алхимиков. Потому что без Ртути не происходят какие-то важные химические реакции, которые дают людям бессмертие, например. Да, ну, одна из целей алхимии – даровать людям бессмертие. Ладно, вернемся к Гермесу Тресмегисту. Нашего пристального внимания заслуживает герметический корпус, состоящий из 18 трактатов. Ну, во-первых, это Пемандер, Вселенская Речь, Священная Речь Гермеса Трижды Величайшего, Кубок или Единство о том, что Бог невидим и в то же время в наивысшей степени явен. О том, что благо существует только в Боге одном и нигде более. О том, что наибольшее зло для людей есть незнание Бога. О том, что ни одно из веществ не погибает. Из заблуждений есть то, что люди называют переменой, разрушением и смертью. Интересная тема. Это название прошу запомнить, да? О мышлении и об ощущении. Ключ. Ум Гермесу. О всеобщем уме. Ну, ум здесь нус подразумевается всегда, греческое слово нус. Тайная проповедь на горе. Здоровье души. Трактат отсутствующий есть такой, да? Дефиниции. Царю Омону. Внетелесное. Ло инкор... Инкорпореро. Не знаю. О волнениях тела, сковывающих душу. Судя по предложенным темам, Гермес был не только алхимиком, но и занимался философией. Ну, кстати, известно, что он занимался еще медициной, теологией. Также известно, что он увлекался астрологией и магией. Впрочем, авторство его теологических рассуждений подвергается сомнению, так как для третьего века его мысли кажутся слишком христианскими. В том же трактате Пемандр он определяет Бога как ум в образе света, противоположной влажной натуре, происходящей из тьмы. Ум порождает из себя логос, как свет от ума. Ум — это Бог, Отец, логос — Сын Божий. Откуда, спрашивает Гермес Тресмегист, произошли стихи природы? Пемандр отвечает. Из воли Бога, который, взяв свой логос и созерцая в нем порядок и красоту, создал мир по одному прототипу. И далее. Ум — Бог, мужской и женский, жизнь и свет, рождая через логос еще другой творческий ум, божество, огня и духа, который, в свою очередь, образует семь служебных духов, обнимающих своими кругами чувственный мир. И управляющий им посредством так называемой судьбы. Но мы видим какую-то нереальную христианщину в третьем веке нашей эры. Ну, не до нашей, конечно, к счастью. То есть, в принципе, может быть, он был христианином. Ну, возможно, он был христианином. Просто христиан в то время было не очень много. И, в принципе, у нас имеются, ну, например, неоплатоники. С другой стороны, у нас есть основания полагать, что основателем неоплатонизма являлся выходец из христианской общины. Амоний Сакас. То есть, тут, понимаете, тут немножко сложнее. Но если мы будем рассматривать достаточно популярную философскую школу неоплатонизма, хотя она только в третьем веке и начала зарождаться-то, по большей части. Так вот, если мы возьмем неоплатонизм, неоплатонизм, он немножко по-другому выстроен. Там нет Бога Отца, Бога Сына и Бога Святого Духа. Там есть Единое. Из Единого уже следует мировой интеллект, Логос. А уже из Логоса следует мировая душа. Из мировой души следует весь остальной космос. То есть, мы в неоплатонизме наблюдаем процесс эманации, проистечения из большего, из более мощного, из более сильного, из более важного, чего-то менее мощного, менее сильного и менее важного. В контексте христианства мы наблюдаем, наоборот, единство. Здесь мы скорее видим христианскую триаду. Более того, из самого важного, Троица, она зародилась тоже не сразу. То есть, в христианских общинах того времени, возможно, не было представления о Троице в том виде, в каком они постулируются сейчас. И, как мы понимаем, есть некоторые предположения, что тексты Гермеса Тресмегиста были исправлены христианами. Просто потому, что вот это вот все довольно странно. Ну, либо Гермес, он предвосхитил христианство. То есть, он взял, предвосхитил Троицу, предвосхитил значительную часть христианской апологетики, там много еще чего сделал интересного. То есть, это тогда великий христианский апологет, который занимался алхимией. И себя христианином, судя по всему, не особо даже называл. Ну, либо с другой стороны, просто его тексты переписывали. Что довольно неудивительно, скорее всего, действительно кто-то мог их переписать. Здесь мы можем увидеть совмещение античной натурфилософии с христианством, что заложило основание для грядущей алхимической традиции. Нам, в принципе, не так важно, что в действительности думал Гермес, потому что его, пусть и подредактированные идеи, повлияли на дальнейшее развитие алхимии. Ну, то есть, ну, даже если, ну, ну, короче, ну, да, если христиане это даже исправили, даже если Гермес Треснегис всего этого не писал, вообще всего этого не писал, нам абсолютно не важно. Самое главное, что Гермес, вот в том виде, в каком мы его сейчас можем прочитать, повлиял на ту алхимию, о которой мы тоже будем сейчас читать и знакомиться с которой в дальнейшем. Вот. В качестве примера хотелось бы коснуться текста «Изумрудная скрижаль», который, по легенду, был обнаружен в могиле в гробнице, точнее Гермеса, и считался зашифрованным рецептом философского камня. У меня есть подозрение, что, изучив данный текст, вы не сможете изготовить никакой эликсир бессмертия, но стоит попробовать, хотя нет, не стоит, ребят, не надо, не пробуйте изготовлять. Это текст полностью, 14 пунктов. «Истинно, без всякой лжи, достоверно и в высшей степени истинно». То, что внизу, аналогично тому, что вверху. Запомните фразу, она еще будет упоминаться многими авторами, включая Парацельса. «И то, что вверху, аналогично тому, что внизу, чтобы осуществить чудеса единой вещи». В скобочках философского камня вопрос. Почему это так? Потому что это догадка. Опять же, этот текст использовался для нахождения эликсира бессмертия и философского камня, но вопрос большой. Потому что это все трактуется как рецепт для философского камня некоторыми алхимиками, хотя на самом деле вроде бы мы не видим в основном тексте ничего, содержащего отсылки для изготовления этого философского камня. «И подобно тому, как все вещи произошли от единого, а вот здесь неоплатонизм, так все вещи родились из этой единой сущности через приспособление, принятие. Земля ее кормилица. Вещи — это отец всякого совершенства во всей Вселенной. Сила ее остается цельной, когда она превращается в землю. Ты отделишь землю от огня, тонкая, от грубого, осторожной и с большим искусством. Эта вещь восходит от земли к небу и снова нисходит на землю, воспринимая силу как высших, так и низших областей мира. Таким образом, ты приобретешь славу всего мира. Эта вещь — есть сила всякой силы, ибо она победит всякую самую утонченную вещь и проникнет собой всякую твердую вещь. Отсюда возникнут удивительные приспособления, способ которых такой. Поэтому я был назван Гермесом трижды величайшим, так как я обладаю познанием трех частей вселенской философии. Полно то, что я сказал о действии солнца. Солнце, золото, алхимическое золото, философский камень, эликсир — это очень близкие понятия. Эти понятия очень часто друг через друга шифруются, по крайней мере, одно без другого не найти. Потом еще появятся понятия позже истинного золота, истинного, не знаю, истинного серебра и так далее, и так далее, и так далее. То есть то серебро и золото, которое мы имеем, ну, это так себе. А есть наиболее чистейшее его воплощение всего, всех минералов и, возможно, даже всех веществ. Ну, Гермес Гермесом, конечно, но античная традиция может похвастаться многими алхимиками, среди которых наиболее выдающимися были Болос из Демокритаса, автор физики и мистики, из Осима, Панаполита. Ну, или Олимпиадор, Олимпиадор довольно известный тоже персонаж. Судя по всему, Болос, которого нередко называют первым алхимиком, впервые выдвинул идею трансмутации металлов, что и послужило основной мотивацией для последующих исследований. Ну, как вы понимаете, алхимия, по сути своей, это учение о трансмутации металлов. То, что один металл можно превратить в другой металл неожиданно. Да, то есть у нас есть неблагородные металлы, недорогие, там дешевые, там железо какое-нибудь, которое можно добывать довольно легко. И мы можем превратить его, ну, скажем, в золото, ну, в серебро, в золото. Вот она такая трансмутация. Вот. Казалось возможным превратить, да, 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 я только что сказал. Зосим расписал, как делать золото и серебро, и установил запрет на разглашение этой тайны, что и повлияло на оккультный характер развития алхимии в будущем. Следует обратить внимание на то, что греки для своих практик с веществами использовали египетское слово хемия. То есть для нас это химия. Вообще основано это от слова хем. Хем как-то соотносится с названием самого Египта, то есть это буквально нередко переводится как просто египетское искусство, например, хемия. А приставочка «аль» добавится уже в исламском мире, если что. И мы как раз к нему и переходим. То есть «альхемия» вот получится тоже такая. Поехали. И вот она, исламская алхимия. И это очень важный период. Я в свое время его недооценивал, и сейчас я прошу вас всех обратить на него внимание, по крайней мере, потому что это очень важный период. Одним из главных алхимиков арабского мира являлся Гебер. Ну, Гебер в сокращении, можете запомнить, как Гебер, это исламизированное имя. У многих деятелей исламской культуры, в том числе философии, в том числе вот алхимии, у них имелись короткие имена. Ну, например, Ибн Сина, место полного имени ему было Витсена. А вот Абу Муса Джабир Ибн Хаян, его нередко называют Гебером. Абу Муса Джабир Ибн Хаян родился в 721 году и умер в 815. Он разработал ртутно-серную теорию происхождения металлов. Он базировался на учении Аристотеля о эмпирических опытах. Важно понимать, что Хаян был не только алхимиком, но и врачом, фармацевтом, математиком и астрономом. Он также писал комментарии к началам Евклида и Альмагесту Птолемея. Ему принадлежат книга о построении астролябии, изящный зидж, книга о положении светил, книга о зеркалах. Будучи известным врачом, он написал книгу ядов и противоядий, книгу милосердия. Кстати, многие деятели исламской культуры, включая того же Авицену, они очень многогранные персонажи. Прям очень многогранные персонажи. Они и в философии, они и в медицине, они и в таких вот интересных вещах проявляют себя. То есть сейчас мы с большим трудом можем представить себе алхимика, который еще бы и медициной занимался. А тут алхимик, который является еще и первостепенным для своего времени медиком. В основе всех металлов, по его мнению, лежат два принципа. Ртуть, философская ртуть и сера, философская сера. Ртуть является принципом металличности, сера принципом горючести. Принципы новой теории таким образом выступают как носители определенных свойств металлов, установленных в результате экспериментального изучения действия высоких температур на металлы. Важно отметить, что на протяжении многих веков принималось будто действие высоких температур. Метод огня есть наилучший метод для упрощения состава тела. Следует подчеркнуть, что философская ртуть и философская сера не тождественны ртути и сфере как конкретным веществам. Обычные ртути и сера представляют собой своего рода свидетельство существования философских ртути и серы как принципов. Причем принципов скорее духовных, нежели материальных. Металл ртуть, по мнению Хаяна, представляет собой почти чистый принцип металличности, содержащий, тем не менее, некоторое количество принципа горючести. Все во всем. Один, кстати, из принципов досократиков. И это тоже довольно интересная штука. Когда все содержится во всем, это учение у Анакса Гора имеется. То есть, когда все во всем. То есть, смотрите, металл ртуть, он вроде бы олицетворяет принцип металличности, но в нем что-то от горючести есть. Все во всем. То есть, получается, да, хоть это и философская ртуть, абсолютная, абстрактная ртуть, при этом она не является тотальным отражением того самого принципа, который она вроде бы и выражает. То есть, не все полностью, ничто не может быть абсолютно и полностью абсолютным, так скажем. Согласно учению Джабира, сухие испарения, конденсируясь в недрах земли, дают серу, мокрую ртуть. Затем под действием теплоты два принципа соединяются, образуя семь известных металлов. Золото, серебро, ртуть, свинец, медь, олово и железо. Золото, совершенный металл. Образуется только если вполне чистая серая ртуть, взятая в наиболее благоприятных соотношениях. В земле, согласно Джабиру, образование золота и других металлов происходит постепенно и медленно. Созревание золота можно ускорить с помощью некого медикамента или эликсира, который приводит к изменению соотношения ртути и серы в металлах и к превращению последних в золото и серебро. Так, поскольку плотность золота больше плотности ртути, считалось, что эликсир должен быть очень плотной субстанцией. Позднее в Европе эликсир получил название философский камень, ну то есть лапис философорум. Вот, вот оно. Так, проблема трансмутации таким образом в рамках ртутно-серой теории сводится к задаче выделения эликсира, обозначенного алхимиками, астрологическим символом Земли. Как мы видим, принципы натурфилософии античности легли на описательную модель одного из главных алхимиков арабского мира. Объединяя античные идеи и свои наблюдения, он получил довольно занимательную, интересную теорию, которую можно было частично применить на практике. Более того, мы добавим здесь, что эта теория, такая своеобразная протохимическая теория, поскольку все это, все, что делали исламские алхимики, оно не имело абсолютно теоретический характер. То есть это всегда теория и практика, теория и практика, теория и практика. Причем это теория и практика такого рода, что они постоянно дополнялись и постоянно проводились какие-то эксперименты, какие-то опыты, натурфилософы вели постоянный безостановочный поиск, они постоянно работали, они постоянно создавали новые устройства, они пробовали, пробовали, пробовали и пробовали, и методом проб и ошибок достигали каких-то новых результатов. То есть это действительно величайшие люди. Вот что делал Гермес Тресмегист, заведомо неизвестно. Может быть Гермес просто сидел спокойно и мечтал о том, как там классные вещества разные друг с другом перемешиваются. Мы точно не знаем, что там с Гермесом было, честно говоря. А вот относительно исламских алхимиков имеются четкие рецепты, четкие описания экспериментов, что, где, в чем перемешивается, в каких пропорциях. То есть, по отношению к этим людям мы можем говорить, что они предтечи не только современной алхимии, потому что по их рецептам реально что-то можно сделать. Ну, не золото, не философский камень, конечно, наверное, наверное, предполагаю я. Но что-то сделать можно. Огромное количество преобразований разных веществ сотворить мы можем с помощью советов этих замечательных специалистов. Более того, это своеобразные протохимики. Не будем говорить, что протоученые, но протохимики как раз они, да, 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 да. Вот так вот химия, в принципе-то, и становилась, потому что тогда и лаборатории начали алхимические появляться, и разные приборы, похожие на химические. И потом эти же люди, они еще и стекло нормальное начнут делать, в котором можно будет делать колбы. Эти колбы для веществ можно будет использовать. Понимаете, понимаете, насколько серьезная работа у алхимиков была? Абубакар, следующий персонаж наш, это Абубакар Мухаммад Ибн Закри Ар-Рази. Ну, Ар-Рази, запомните, это просто Ар-Рази. Изменил ртутно-серную теорию. Поскольку свойства таких веществ, как соли, металлов, довольно сложно объяснить с использованием двух принципов, Ар-Рази добавил к ним третий принцип, принцип растворимости, хрупкости, то есть философскую соль. Ртути серы, по его мнению, образуют твердые вещества лишь в присутствии этого третьего принципа. В таком виде теория трех принципов приобрела логическую завершенность и присутствовала в неизменном виде несколько веков. Ар-Рази предпринял также попытку объединить учения Аристотеля, главную теоретическую основу алхимии, с атомической идеей. Четыре стихи Аристотеля, по мнению Ар-Рази, это четыре вида атомов, движущихся в пустоте и различающихся формой и размером. Среди многочисленных заслуг Ар-Рази следует также отметить предложенную им классификацию веществ на три царства. Минеральные, растительные и животные. Интересно, да? То есть, ну, как получается, у нас сейчас... У нас сейчас все немножко по-другому. У нас сейчас все немножко по-другому. Ну, например, органическая химия, она соединяет в себе растительные и животные царства, получается, веществ. Ну, а минеральные, 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 я не знаю, что в минеральные здесь в данном случае входит. Насколько я понимаю, опять же, преобразование всех имеющихся металлов. Но есть также химические вещества, которые в металлы не входят. Тут, понимаете, получается, что Ар-Рази учитывал минералы, которые были в его время, также учитывал отдельно растительные, отдельно животные вещества, то есть органическую химию он о ней имел некоторое представление, так скажем. Но при этом он практически не использовал и не выделял в отдельные царства другие вещества, что тоже для нас интересно. Ар-Рази в своих сочинениях подробнейшим образом описывал химическую посуду, оборудование, весы и лабораторные приемы. Вообще для арабских алхимиков было характерно тщательное отношение к описанию эксперимента. Весы и лабораторная техника уже к 9 веку достигли высокой степени совершенства. В частности, Аль-Беруни и Рахман Хизини приводили в своих трудах величины плотности металлов, отличающихся от современных значений, менее чем на 1%. Но чтобы вы опять понимали, насколько алхимики были хороши. Опять же, алхимики были очень хороши. И это когда было? И сколько этих алхимиков было? Вот вы просто представьте, да? Там, не знаю, десятки, сотни алхимиков против миллиона химиков. Ну ладно, сотен тысяч химиков. Сотни тысяч химиков, которые уже более 500 лет занимаются вот этой замечательной химией. И при этом они улучшили результаты по ряду некоторых веществ, да, по сравнению с алхимиками на 1% всего. Прошли века, вообще-то прошли века, ребят. И количество, конечно, несопоставимо. Количество людей, которые занимались алхимией, хотя их, наверное, в то время было достаточно много, но не так много, как химиков. Просто, да, несопоставимые числа химики и алхимики. А химики и химики, гигантская группа химиков. 1%? Неплохо, вполне неплохо, очень сильно. Соответственно, развивалась методология и философские теории алхимии, что параллельно ввело к улучшению лаборатории и практики. Создавались дистилляторы, совершенствовались весы и стекло, создавались сосуды для реакций. В рамках алхимии происходило развитие практики взаимодействия человека с веществами химическими. А также люди узнавали все больше и больше химических реакций, которые ко времени возникновения химии станет уже невероятно много. То есть, смотрите, без науки, без химии, без этой вашей науки люди смогли сделать очень много нового. Алхимия, очевидно, наукой не является, потому что она не исповедует научную методологию и научные принципы. Там от научной методологии разве что только протоантично-арабский эмпиризм, который сам по себе наукой не является. Эмпиризм в отрыве от других научных методов не наука. Он может быть вполне антинаучен, потому что на эмпиризме строится, ну, например, астрология. Не астрономия, а астрология. Ну, мы смотрим на звезды, мы как бы соизмеряем их движение. Вполне так себе эмпиричная методика. Но все мы понимаем, что это скорее антинаучно. То же самое и с алхимией. Алхимия это не протонаука, это не наука просто. Но это некий предшественник химии, потому что те практические действия, которые совершают химики, совершаются алхимиками. То есть методология у них отличная от научной, но выводы и результаты мое почтение. В целом остается непонятным скачок от алхимии к химии, потому что первая показала себя как довольно продуктивный источник разного рода практических открытий. Мне принципиально непонятно, как за считанные века одно заменило другое, и единственное объяснение, которое я вижу, это тотальная доминация научного метода, который всегда был против метафизических и нефальсифицируемых установок. Химикам приятно думать, что они лучше алхимиков на качественном уровне. Но, как мы видим, уже арабская алхимия самостоятельно, без помощи, без какой-то большой поддержки, достигла невероятных высот в работе с веществами химическими. Мне же думается, что различие между алхимиками и химиками носит количественный характер. В одно время количество химиков превзошло количество алхимиков, притом первые опирались на достижения вторых. То есть, стояли на плечах практических достижений этих алхимических гигантов. Неизвестно, смог бы научный метод проделать тот длинный путь, который совершил алхимию от Греции до арабского мира. А путь этот достаточно сложный, длинный и неоднозначный. Но давайте продолжим уже дальше и перейдем в средневековье. Средневековая Европа переняла алхимию как философию, медицину и многие другие вещи у арабского мира. Ну, поскольку греческие основания были по ряду причин уничтожены, эти причины более-менее понятны. Да, мы в принципе понимаем, кто там все грушил, ломал, закрывал, уничтожал культуры. Мы знаем этих ребят, мы этих ребят очень хорошо знаем. Ну и пришлось у менее агрессивной религии брать вот те самые эклектичные вещи, которые в принципе уже содержались в греческой культуре. Неудобно получается, да, когда вы уничтожили Грецию, а оказывается там была медицина, алхимия и многие другие полезные вещи. Ой, кто бы мог подумать. Ладно, хватит, хватит юродствовать, поехали дальше. Дальше. Ну, теперь перейдем к одному из самых известнейших алхимиков средневековья. И таковым можно считать и замечательного, интереснейшего философа, в кавычках, эмпирика, естествоиспытателя и монаха-францисканца Роджера Бекона. Не путать, кстати, с Фрэнсисом Беконом, который родится значительно позже. Этот замечательный человек написал трактаты «Зеркало алхимии и могущество алхимии», где во многом повторял своих арабских предшественников. Роджер Бекон определял алхимию следующим образом, и мы сейчас столкнемся с определением алхимии, что тоже интересно. Алхимия есть наука, указывающая на как приготовить и получать некоторое средство, эликсир, которое, брошенное на металл или несовершенное вещество, делает их совершенными в момент прикосновения. Интересно. Вообще, многие мыслители средних веков посвящали свое время алхимии. Ну, например, Раймонд Лу, Ли Бонавентура и многие другие развивали различные направления алхимии от мистической до более эмпирической. Также существовал псевдогебер в Испании, выдававший себя за великого арабского алхимика. Правда, он сделал немало для развития данной дисциплины, и зря он, наверное, свое имя никому не рассказал, потому что это было бы имя одного из величайших деятелей средневековья неожиданно. Вот почему-то человек решил подражать великому арабскому алхимику, безусловно, великому арабскому алхимику, но при этом сам он был тоже достаточно велик и достаточно хорош. Потому что, ну, например, он опять же описал аппаратуру для различных химических операций, ну, например, дистилляции, сублимации, фильтрации, коагуляции и так далее. Он описал минеральные кислоты, азотную кислоту, он же получил серную кислоту и, что самое главное, акварегис, то есть царскую водку. Царская водка, ребят, ее пить нельзя, если что. Это очень сильная кислота, которая может растворять в том числе царя всех металлов золота. То есть акварегис, чтобы вы понимали, аква это вода. Царская водка, мы на русском слово водка, как вода здесь переводим, это царская водка, она вот в изначальном источнике на латыни акварегис, там даже водка не подразумевается, потому что водки не было. Не было тогда еще водки, не завезли к ним водку еще в то время. Водка появилась, наша водка русская, любимая, позже появилась. А вот царская водка, как мы это переводим, это акварегис. Получается царская вода даже, лучше сказать, если переводить дословно. И это не вода, я вам честно скажу, это не вода, это сильнейшая кислота. В первой половине 14 века папа римский Иоанн 22 запретил алхимию в Италии. Несмотря на это, в истории появляется фигура Николая Фламеля, французского алхимика, который по легендам получил философский камень и эликсир жизни и стал бессмертным. У него как раз есть работа, которая называется «Краткое изложение философии». Философия, 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 опять философия везде, да? У алхимиков очень большой пунктик на философию, если что. У всех алхимиков почти они все, они все там философия, философия, философский камень, там вот эта вот вся штука. Очень много про философию рассуждают, и истоки их взглядов, опять же, подчеркиваю, берутся из философии. Из этого, конечно, следует, что данный алхимик считает себя либо философом, либо равным с ними. Давайте прочитаем отрывок из текста Николая Фламеля. Это начало, это вступление, считайте. «Кто истинной науки ищет и знания правдивого металлов, того, как превращать один в другой и трансмутировать их верно, тот должен уяснить себе весь путь». Какой они проходят в недрах, возникновение их и созревание в глубоких шахтах под землей. И так, чтобы не впасть в ошибку, смотри, как трансмутируют они в земных артериях и венах. Там образуя свои виды и отряды, чтоб трансмутация возможной стала, вне шахты выделить ты прежде их дух обязан. И это есть редукция к сульфур и серебро живое, что совершить природа может. Лишь с помощью искусства человека. Ну и вся книжка, ну и все произведение вот такое вот. В книге прачек, книга прачек, 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 которые, ну, вы понимаете, стирают. Он пишет, алхимия есть часть естественной философии, самой необходимой составной частью которой является искусство, равного которому нет. Искусство это позволяет превращать все драгоценные, но несовершенные камни в истинно совершенные. Сообщать подлинное здоровье всем больным человеческим телам. Трансмутировать металлы в истины, солнце и луну. С помощью него некого универсального лекарства, в котором слиты все отдельные медикаменты. И которое изготовляется вручную благодаря тайному действу, открытому детям истины. А также с помощью того тепла, которого требует природа. Вот такой интересный и довольно мистический текст. И здесь определение, как мы видим, дается более широкое, чем даже у того же Роджера Бекона. И, соответственно, мы пытаемся получить истинное солнце, золото, истинное золото, и луну. То есть серебро, истинное золото и истинное серебро. Есть обычное золото и серебро, ну, типа, ну, такое, да, ну, они какие-то обычные. Ну, золото, ну, дорогое, да, ну, серебро, ну, фигня какая-то. А есть истинное солнце и истинная луна. Это нужно понимать. И эти истинное солнце и истинная луна, они не просто дорогие, они еще и обладают рядом очень важных свойств, которые позволяют, ну, например, использовать их в качестве медикаментов. Они позволяют лечить человеческие тела, обладают магическими и прочими свойствами. Как-то так, как-то так. То есть это все тоже мы учитываем. Выделение этих магических веществ из обычных веществ – это одна из основных целей алхимии. Чтобы вы понимали. Продолжаем. Первая цель состоит в необходимости… Цитата, кстати, продолжается цитата, но уже немножко из другого места. Первая цель состоит в необходимости создать некое устройство, с помощью которого достигается естественное отвердение Меркурия. Что такое Меркурий? Ртуть. Вторая цель заключена в уяснении и осмыслении причин и следствий тех процессов, которые приводят к отвердению и сгущению. И в правильном понимании изменений, происходящих в природном веществе. А также в понимании необходимости следования вышеописанным целям. Кстати, Фламель часто повторяет мысль о том, что практика невозможна без знания причин. Мне, кстати, думается, что здесь мы опять видим некий исток будущего научного метода, так как ученые и сайентисты уверены в той же самой позиции. То есть, знания причин и практика, они взаимосвязаны. Если мы не будем знать причины, ну, например, физиологических каких-нибудь процессов, мы не будем уметь лечить. Ну, хотя вроде бы на практике интуитивно это неправда. Мы можем абсолютно не знать причины тех или иных процессов. И вполне недавно мы видели нейрохирурга, который вообще не разбирается в биологии, у которого шимпанзе и, с другой стороны, у него человек. Они почему-то от шимпанзе до человека должны быть какие-то промежуточные виды. Но, чтобы вы понимали, человек не знает биологию на уровне восьмого класса даже. Упс, да? Упс, короче. Но при этом это нейрохирург. Очень высококлассный, скорее всего, специалист. Неожиданно. Так вот, но ученые думают иначе, что практика развивается только благодаря знанию причин. И, соответственно, ну, у Фламеля было такое же мнение. Текст, напоминаю, называется книгой прачек, потому что каждая глава, ну, начиная с определенного раздела, который называется практика, начинаются подразделы у него, которые называются первая стирка, вторая стирка. То есть, мы простирываем вещества, мы чистим вещества. Понимаете, в чем дело? Мы превращаем из обычного металла в совершенный металл, в истинный металл. Мы его чистим, очищаем всеми возможными способами. Проходят разные стирки. И поэтому книга прачек. И поэтому алхимик в данной книжке сравнивается с прачкой. Что довольно тоже интересно, замечательно и радует. Алхимия эпохи Возрождения и Нового Времени. Эпоха Возрождения знаменуется в том числе рассветом и преображением алхимического искусства, что связано в большей степени с нахождением многочисленных античных текстов. Эпоха Возрождения названа так, потому что именно тогда начало возвращаться античное наследие, утерянное за долгие годы доминацией христианства. Прежде всего отыскиваются тексты философов, которые повлияли на возникновение нового платонизма, перипатетизма и эпикюрейства. А вместе с ними возрождается интерес к герметизму и доступным становится герметический корпус, о котором мы говорили в самом начале. Философский контекст гуманизма, понимаемого в возрожденческом смысле, также оказал влияние на формирование новой алхимии. Согласно гуманистическому учению человеку не просто надо уважать и ценить его жизнь. У этой ценности есть причина. Ну то есть если современный гуманизм это когда, ну человек это конечно чмо полное, да, ну это как бы вроде бы обезьяна, как бы ну типа да, ты тупо мартышка в эволюции образовавшаяся. Ну давайте ценить жизнь человека просто потому что мы люди. Как-то условно так. То согласно гуманистическому учению человек представляет собой микрокосм, который будучи маленьким вмещает в себе весь космос вокруг, макрокосм. Возвращается старая мысль, что снаружи, что снаружи, то и внутри, что в космосе, то и в человеке. Понимаете в чем дело? Которую мы читали у Гермеса Тресмегиста. Но на этот раз показывается величие и творческая мощь человека. Человек оказывается микробогом, обладающим способностью вмещать в себе целый мир и творить. Творить. То есть вообще тема творчества в эпоху возрождения будет подниматься очень много. Это довольно возрожденческая риторика, когда мы говорим, что человека с Богом объединяет возможность что-то сотворить. Человек творческое создание и Бог творческое. Ну не создание уже, ну Бог творческий собственно. Он создает. Он создает экс-нихила, он создает что-то из ничего, что-то новое, что-то интересное. Человек таков же. Человек это маленький Бог по сути. И в этом смысле идея о подобии человека и Бога в эпоху возрождения, она вот как бы гиперболизируется, она становится больше. И отсюда рождается возрожденческий гуманизм. И соответственно отсюда произрастает мотивация к бессмертию. Как же вот это подобие Бога может быть смертным? Хочется запечатлеть в вечности вот эту вот красоту и этого замечательного, замечательное существо, вмещающее в себе целую вселенную. Почему бы и нет? Кроме того, эту мотивацию подкрепили легенда Николая Фламеля. Кстати, тогда же появилась легенда о Фаусте. Так вот, Николай Фламель, создавший философский камень и эликсир бессмертия. Следует отметить, что европейские алхимики далеко не всегда тяготели к поиску эликсира бессмертия. Но именно эта мотивация максимально усиливается в эпоху возрождения. А вот и наш любимый алхимик. Один из наиболее влиятельных алхимиков этого периода является Филипп Ауриол Теофраз Бамбаст фон Гогенгейм. Или Парацельс. Что это? Кто такой Цельс? Это античный врач. Что такое пара? Это приблизившийся. То есть приблизившийся к Цельсу. Он очень любил Цельса, врача. Кстати, может быть не средневековый даже врач. Ну, сейчас я мог ошибиться... Ой, стоп. Сейчас я мог ошибиться про время жизни врача. Ну, неважно. Был, короче, такой врач Цельс. И вот появился Парацельс. Швейцарский алхимик Парацельс. Врач, естествоиспытатель, философ, натурфилософ и основатель ятрохимии. Химия, которая используется для лекарств. Это протофармацевтика, условно. То есть предшественницы фармакологии. Создал уникальное алхимическое учение, которое тесно переплеталось с медициной, ну и философией. Он считал, что тело человека состоит из тех же химических веществ, что и всю остальную ртуть, сера, соль и так далее. Что, кстати, тоже довольно интересная продуктивная мысль в контексте современной биохимии. Здоровьем ему виделось равновесие этих веществ. Болезнь же означает преобладание одного или нескольких из веществ. Подобно многим другим представителям эпохи Возрождения, Парацельс считал, что человек это микрокосм, в котором отрождаются все элементы космоса. Человек создается из вытяжки мира и несет в себе образ Творца. Не существует для человека и запретного знания, человек должен знать все и стремиться к этому. Парацельс был теоретиком натурфилософии, который рассказывал о том, что помимо нас, существ, живущих в воздушной среде, есть и такие, которые живут в земле, в огне и в воде, так же, как мы обитаем в воздухе. В качестве примера он приводил сильфов, ундин, саламандр и гномов. В воздушной среде по Парацельсу обитают не только люди и животные, но и особые стихийные существа сильфы. В воде обитают не только рыбы и прочие телесные создания, но и ундины. В огне живут саламандры, но они прямо огненные существа, которые живут в огне и в огне перемещаются так же, как мы в воздухе. И гномы, которые перемещаются в земле так, как будто бы мы перемещаемся в воздушной среде. То есть они буквально проходят сквозь землю и там вот в общем тук-тук-тук-пук-пук ходят интересные такие гномы. В вопросах алхимии Парацельс уделяет большое внимание стихиям. Например, в Магическом Архидоксе он пишет о том, что основой этого искусства является огонь, который обладает искусством оживления. Вероятно, это алхимическое убеждение повлияло на формирование образа феникса или проистекло из него. Парацельс обозначает вещества именами планет. Также разные реакции он обозначает как союз мужского и женского. Ртути и серы. Перевожу. Перевожу. Союз мужского и женского. Это ртуть и серы. И они друг с другом спариваются условно. Это новый алхимический образ тоже начинает проявляться. Мужское, женское, союз, соитие, секс, порождение после этого идет. Его работы наполнены метафорами. Реакция и порождение нового вещества описываются через ношение мужчины и женщины, что тоже довольно интересно. Важно понимать, что алхимией увлекались многие философы и ученые. Например, тот же Ньютон. Вообще огромное количество ученых начала нового времени и эпохи возрождения. Но многие из них просто алхимиками были, плюс ко всему. Потому что различия на химию и алхимию тогда еще не существовало. И соответственно, чтобы заниматься исследованием вещества, надо было соотноситься с какой-то традицией, чтобы не с нуля начинать. И этой традицией была алхимия. К большому, кстати, многие люди, многие врачи, многие химики, они потом в качестве своего учителя указывают Парацельса, чтобы вы тоже понимали. Парацельс очень важная персона. Так вот. К большому сожалению, объяснительная модель алхимии постепенно растворяется в химии, которая базируется на чисто материалистическом фундаменте. Абсолютно безосновательно происходит отход от всякого рода метафизики и альтернативной нутрофилософии. Хотя изначально на этом все и работало. Современный алхимик это маргинал, который отстает от уровня развития химии на много столетий. К сожалению, алхимия утратила статус философского и практического дискурса. И сейчас мы видим, что современная алхимия ни на что практически и не способна. Ну, потому что все исследования сейчас сосредоточились в одном дискурсе в научном. А науке подчиняется именно химия, а не алхимия. Ну, потому что химия, несмотря на то, что сама химия не всегда не во всех своих областях, я бы ее считал наукой, потому что не везде она обязана использовать научный метод. Но, но при этом всем, при этом всем химия, она является служанкой всех прочих наук, типа физики, типа биологии, типа других замечательных вещей, которые реально занимаются наукой и строят определенного рода теории. Хотя химия сама тоже иногда строит теории, в этом смысле она оказывается тоже наукой. Как-то, как-то кратко так. Я абсолютно сожалею, что алхимиков практически не осталось, а те, которые остались, находятся в довольно бедственном положении. Но сейчас мы отправимся в другой регион и вернемся обратно в древности. Сейчас мы будем осуждать китайскую алхимию или даосскую алхимию скорее. На первый взгляд может показаться, что цели и методы китайской и европейской алхимии схожи, но важно понимать, что это не так. Во-первых, не вся европейская алхимия была направлена на достижение бессмертия. Телесное бессмертие в этой жизни противоречило христианству, впрочем, как и исламу. А потому они были нежеланными и нежелательными. Многим алхимикам... Многие алхимики останавливались на превращении неблагородных металлов в благородные, что было тоже вполне неплохо. Такова была их цель. Основная же цель китайской алхимии – достижение даосского бессмертия. Во-вторых, огромную важность в даотских практиках играют внутренние подходы к достижению бессмертия, что называется внутренняя алхимия. Это принципиально отличается от европейской алхимии. Да и в принципе заставляет нас очень сильно задумываться о том, а является ли внутренняя китайская алхимия вообще алхимией. Потому что это очень странная вещь, и это я сейчас вам объясню. Чуть-чуть позже. Если для христианина не принципиально сколько лет жить, так как он все равно будет спасен Господом, ну то есть оживлен и все будет хорошо, то для китайца это важно. Чисто идеологически христианин может умереть в младенчестве или юности, а культ ранней смерти в христианском обществе не такая уж и редкость. Китайская культура в противоположность европейской является носителем культа долголетия. Этот культ формируется на базе ряда философских текстов. Прежде всего подразумеваются Дао Дэ Цзин и Джоан Цзы. А также описание великого учителя Ян Цзы, который тоже считается даосом, который бы не пожертвовал и волоском собственного тела за спасение всей Поднебесной. Известная мифология, вы наверное об этом знаете, когда у Ян Цзы спросили, а пожертвовал бы ты волоском со своей ноги ради спасения всей Поднебесной, он говорил, нет, я бы не пожертвовал, мне ваша Поднебесная не нужна, короче, до свидания. Видите, принцип долголетия. Мастер Джоан, ну то есть Джоан Цзы, Джоан Чоу, как хотите его называйте, мастер Джоан здесь он назван, пропагандирует бесполезность на примере большого и красивого кривого дерева. Большого и кривого дерева, который нельзя срубить и использовать для строительства, ну потому что оно кривое. Он пишет, что бесполезность продлевает существование данного дерева, а потому лучше быть бесполезным, бездейственным и так далее, так далее, так далее, чтобы существовать дольше, чем быть полезным, но скоропостижно скончаться. Вообще даосы, они активно продвигают идею бессмертия, долголетия, долгожительства. И отсюда произрастает основная мотивация китайских алхимиков. То есть, ну, превращать в золото что-то, ну типа прикольно, но нафиг не надо. А вот бессмертие достигнуть, это да, это хорошо, это классно. Они хотят долголетия, в идеале бессмертия. Есть два пути, которые ведут нас к бессмертию. Внешняя и внутренняя алхимия. Внешняя алхимия это создание эликсиров, в основном из минеральных веществ, которые пьются для преобразования тела и замены непостоянных его элементов постоянными. И как ни странно, все три перечисленных традиции в качестве основного элемента выбирали ртуть. Ну, в случае с Китаем это киновари. И вообще школа алхимии в Китае называется школа киновари. Вот такая вот интересная вещь. Опять ртуть, ну в данном случае киновари, как одна из разновидностей ртути, которая добывается в природе. Внутренняя алхимия подразумевает медитации, упражнения и разные способы управления дыханием и ци. Ну, управление дыханием, это цигун, вот этот вот интересный. И вот цигун, он сюда тоже входит. Последняя, как мы видим, имеет довольно косвенное отношение к тому, что мы на Западе называем алхимией. Но она выполняет те же цели, что и внутренняя. Почему внешняя и внутренняя алхимии все же являются частью одного и того же процесса? И почему обе являются алхимиями? Интересный вопрос. Дело в том, что цигун, медитации, визуализации, сексуальные практики, кстати, и ритуалы во внутренней алхимии имеют отсылки ко внешней. И что самое главное, само тело человека становится сосудом для алхимических реакций. Те же алхимические принципы, что лежали в основании внешней алхимии, кладутся и в основании внутренней, а также смешиваются с каноническим китайским представлением о том, что такое тело человека, как оно работает. Да, тело человека и тело мира, они соотнесены и подобно друг другу, они аналогичны. В процессе переплавок и преобразований путем внутренней алхимии возревает бессмертный зародыш, который располагается в киноварном поле, киноварное поле, да, ну то есть ртутное поле буквально. Получается, что внутренняя алхимия копирует внешнюю, имеет те же цели, и даже в названии основных аспектов данной деятельности имеются отсылки на внешнюю алхимию. Внутренняя алхимия – это методология взаимодействия на организм таким образом, чтобы правильно управлять и трансформировать внутренние вещества, подобные тем, что были во внешней алхимии. Вот как-то так. Что, конечно же, делает весь данный процесс тоже довольно интересным, сложным, неоднозначным. И поэтому вроде бы человек перед вами сидит и медитирует, а на самом деле он является сосудом, который внутри своего тела производит перегонку ци, энергетических потоков. Он воображает какие-то вещи или занимается сексуальными практиками для продления своей молодости. Причем эти сексуальные практики обычно подразумевают отсутствие семяизвержения, еще что-нибудь такое интересное. Огромное количество практик, в том числе сексуально. Кстати, отсюда, видимо, и практика Монтекчия пошла, известная нашему каналу, очень уже давно. Пробуем, практикуем, как говорится, и все такое. Так вот, вот вам и даотская алхимия непосредственно, и ее связь с другими аспектами всей вот этого деятельности. Но нам в данном случае куда более интересна внешняя алхимия, которая с веществами. Она базировалась на очищении киноварий и золота, а также на создании эликсиров, которые состояли из этих веществ, а также некоторых других, ну, например, мышьяка. А соединение киноварий и золота называлось золотым эликсиром. Золото, 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 да, золотым эликсиром, который должен был даровать бессмертие. Нередко употребление таких эликсиров вело к гибели императоров. Да, императоры тоже хотели жить вечно, хотели стать бессмертными. Но неожиданно оказывалось, когда ты пьешь какую-то штуку с ртутью внутри, там, или мышьяком, или еще какой-нибудь гадостью, ты там за несколько испитий, а иногда даже с одного, можешь немножко, ну, рипнуться, в общем, неожиданно. Более того, если ты постепенно отравляешь свое тело, вот эти вот алхимики замечательные внешне, они трактовали все признаки отравления как что-то хорошее и полезное, неожиданно. То есть, ой, а у вас температура, а вы блюете, вот, вы выплевываете непосредственно вредные вещества, которые непостоянные, и они заменяются постоянно, а температура, вы выжигаете там какие-то вещества в себе непостоянные, и их заменят постоянные вещества. И все в таком духе происходило, соответственно. В итоге, внешняя алхимия начала восприниматься как метафора внутренней, ну, потому что кое-кто угробил слишком много императоров, неожиданно. И поэтому внешняя алхимия стала абсолютно непопулярной, и почти вся китайская алхимия, алхимия, да, сосредоточилась в итоге на внутренней. Вот вам говорят, китайская алхимия, а там сидят мужики, медитируют там, цыгун, там, дыхательные практики начинаются, там, руками размахивают вот эти вот ребята, и вроде бы никаких веществ нигде не перегоняют. И вот это называется теперь китайская алхимия, а внешняя алхимия больше, по сути, ну, ее мало, скорее всего. И она перестала быть популярной после того, как несколько императоров в Китае вздохло от того, что они употребляли всякие вещества с ртутью, мышьяком, там, блядь, серой. Полный набор удовольствий, в общем, для китайских императоров замечательно, замечательно, невероятно, невероятное удовольствие. Просто, муа, китайские императоры умирали один за другим. Так вот, впрочем, даже в Китае этот подход привел к возникновению множества химических соединений и эликсиров, которые использовались в качестве лекарств. И не только, но порох, в том числе, в Китае был создан тоже химическим методом. Использовались не только минералы, но и органические вещества, а также другие смеси. Приготовление эликсиров сопровождалось разными ритуалами, например, принесением жертвы духом. Иной другой мистикой надо было обязательно уйти в горы, там, еще что-то делать, там, ну, не знаю. Многие-многие-многие, короче, ритуал. Ритуал нужно было соблюдать, без ритуала никуда. Теперь индийская алхимия. Вот с индийской алхимией у меня все куда сложнее, я просто про нее до подготовки к данной лекции я даже не слышал. Индийская алхимия называется Расаяна. Расаяна, Яна, Путь, Раса, Ртуть. Вот вам получается Путь Ртути. Получила развитие прежде всего в рамках тантризма и индийской медицины Аюрведы. В период своего рассвета, 10-14 век, благодаря Великому Шелковому Пути, она обогащалась техниками и идеями китайской, даотской и греко-сирийской традиции. Ртуть широко использовалась в Древней Индии металлургии, строительстве, чеканке монет и даже изготовлении духов. Своё первое алхимическое значение пути жизнетворной жидкости, эликсира бессмертия, обрела в Аюрведе, где главной целью Расаяны было омоложение организма и продление жизни. В состав ее входила и фармакология, исследующая целебные свойства минералов, металлов и растений. Использование ртути для приема внутрь впервые упоминается в аюрведическом тексте Аштанга Садхака, Вагбхате, 7 век. Важнейшая эволюция Расаяны протекает в рамках тантризма. В первый период с 3 по 10 век Расаяна означает особую разновидность ситки, сверхъестественные способности. Во второй период, 10-14 век, использование ртути приобретает систематический характер. Ртуть отождествляется с семенем Шивы, а серу с менструальной кровью богини Шакти. Поэтому любая алхимическая операция, есть аналог Саития, божественные пары, символизирующего создание Вселенной. Да, менструальная кровь, семя. Уф! Уф, у индийцев представление, конечно, о Саитии. Суровые, суровые индийские представления о Саитии. Но мы опять же столкнулись с тем же самым образом, с которым мы сталкивались уже у Парацельса, например. Но Парацельс его, правда, сформулировал на несколько веков позже. А тут, как мы видим, соединение семени Шивы и Серы, ну как женского определенного принципа. И получается, опять же, любовь, Саития, алхимия, когда секс, короче, между богами и веществами. Как же так может быть? Как же так может быть? Опять же, судя по всему, мы имеем дело с определенными влияниями. Причем, я полагаю, метафора Саития была не впервые предложена Парацельсом. Скорее всего, это было уже в греко-сирийской традиции, а может быть даже в египетской не исключено. Вообще, в принципе, нам очень многие вещи намекают на то, что алхимическая традиция, она произросла из единого источника. Ну, та же Ртуть, например. Акцент большой на золото, неожиданно. Да, все почему-то очень сильно любят золото. Ну, мне, например, опять же не очевидно, почему золото является ценным. Ну, единственное то, что оно редкое. Но ведь можно и проигнорировать золото. Есть огромное количество редких металлов, более редких, чем золото, о которых люди, конечно, не знали. Но... Ну, как бы... Ну, почему золото? Почему золото? Может быть, что-нибудь другое попробовать. Есть более редкие штуки, может быть, даже более полезные. Ну, да, у золота проводимость хорошая, электричество, но... Как бы это дорого, во-первых. Золото редкое, золото такое вот интересное. Чуть-чуть, как вы будете это золото, я не знаю, использовать для проводки, более того, в те времена, когда электричества еще не было. То есть, для меня, как для человека такого философствующего, если со стороны посмотреть, золото не имеет никакой реальной ценности. Почему золото? Почему ртуть, в конце концов? Да, почему серебро там часто появляется? Почему серая ртуть? Ну, видимо, потому что серая ртуть в реакцию вступают в активную. Ну, почему образ соити? То есть, мы постоянно сталкиваемся с какими-то важными ключевыми моментами, которые нам намекают на некое единство всех традиций, связанных с алхимией. Хотя Китай, вроде бы, более-менее сдержан в этом, хотя там сексуальные практики присутствовали, связанные с омоложением. Хотя это, может быть, и неудивительно. Так. Иерархия металлов определяется степенью их отягощенности грубой материи. Ртуть не только основа их всех, но также инструмент их очищения. Поэтому все металлы считаются потенциально совершенными. Их трансмутация возвращением к первоисточнику, к Шиве в виде ртути. Ртуть преобразует не только металл, но и человеческое тело, его микрокосм. Модель микроскопических преобразований, циклические испускания и поглощения вселенной абсолютом Шивы при его совокуплении со своей женской ипостасью Шакти. Ну, это шиваиская очень штука, на самом деле, пока что. Пока что то, что мы видим, это вполне возможно, просто шиваиская алхимия. В результате этого тело человека становится бессмертным, божественным, дивья, золотистым, опять золото, алмазным. Вот индусы любят алмазы. Поэтому, видите, золото алмазное, а потом только совершенное. То есть, золотистое оно, золото не предел у индусов, все же, да, потому что алмазные колесницы, там, ваджры, вот эти вот, все это для индусов важнее золото. Так, главный текст второго периода, Расахридая Тантра. Сердце расы. Сердце Артуте. Господи, вот это имя, да. Говиндабхагаватпады. Ничего себе у человека имя, даже не разделено нигде. Вот это я понимаю. Когда тебя хотят позвать, но стесняются ошибиться. Так. Расендра Мангала. Благоприятное воздействие господина расы. Нагарджуны. Другой Нагарджуны. Это второй, одиннадцатый век уже. И особенно Расамавы. Трактат о металлических препаратах. Мадхва. Четырнадцатый век. Все это включает Расаяну в число Даршан. Посвящая ей главу своего доксографического труда. Так. То есть Мадхва включает Расаяну в число Даршан. Что интересно, потому что Даршан-то шесть. Обычно классический подразумевается. Тут еще и Расаяну можно попробовать пропихнуть. Как в буддийской, так и в индуистской традиции, тантриской, алхимия использует мантры, ритуальные формулы мандалы, ритуальные диаграммы и мудры, ритуальные жесты. Югическая практика, элементы, югическую практику, элементы медитации. Алхимические преобразования связывают в одну цепочку богов и богинь минералы, металлы, драгоценные камни, растения, жидкости, животного происхождения и так далее. Знания этих тайных связей и их практическая реализация в особым индивидуальном ритуале позволяют адепту достичь освобождения еще при жизни, а не после смерти тела. В хатха-йоге бессмертие достигается преобразованием телесных жидкостей, крови и семени. Уже обсудили. Катализируемые энергии йоги, они превращаются в источник бессмертия. Тело йоги, а вот здесь уже видите, отсылка на китайскую алхимию идет. До этого была внешняя алхимия, а здесь внутренняя. И видите, такой прообраз, собственно, получается. Тело йога тоже действует как ртуть. Все его секреции, слюна, моча наделяются способностью преобразовываться в золото, камни и неблагородные металлы. Йог становится шивой воплоти, вселенским источником ртути. В алхимических трактатах упоминается и специальное приспособление янтра для сублимации ртути. Однако для обретения способности трансмутировать металл и ртуть претерпевает еще ряд преобразований. Из 16 санкар, первые 8 – это физические и химические преобразования, снижающие летучесть и токсичность ртути. Она умирает, чтобы снова возродиться в последующих санскарах. Возрожденная ртуть способна и химическому проникновению в другие вещества, и к их физической абсорбации. Подобно шиве, проявляющему себя в эманации, в поглощении вселенной. Третий период развития алхимии в Индии 15-18 века связан с фармацевтической традицией аэроведы и разработкой лечебных препаратов на основе ртути. В форме оксидов и минеральных солей. Как видим, алхимия везде повлияла на становление практики. Что нас, конечно же, не может не радовать. Алхимия – великая вещь, алхимия – невероятная вещь, алхимия – многогранная вещь. И мы с вами сегодня за прошедшее время коснулись лишь некоторых ее аспектов. Мы буквально прошлись по основам алхимии. Мы прошлись по философии алхимии. Мы определили, как она с философией связана. Ну, давайте в Индии попробуем указать, как она связана, в принципе, с философией. Ну, наверное, я здесь отмечу, что одним из главных критериев индийского менталитета является признание страданий. Более того, для большинства индийских школ имеют место разделение мира на множество божеств. Наиболее примечательным разделением является буддийское разделение, когда у нас есть девы, асуры, люди, животные, голодные духи, преты. Ну, и нарки, как это часто переводится, жители адов. Ну, жители адов, ну, они просто под землей, короче, существуют. И они вот такие вот себе постоянно страдают. Чем ниже, тем больше страдают. Девы живут миллиарды, ну, много живут, невероятно много живут и практически живут в блаженстве. Почему плохо быть девой? Ну, потому что вы там не можете, будучи девой, практиковать и освободиться. Это, во-первых, потому что вам слишком хорошо, будучи девой, вы испытываете блаженство. Более того, плохо быть девой, потому что рано или поздно вы перестанете быть девой. То есть, вот вы там миллион лет потусили в образе прекрасного, великого, замечательного божества девы, а потом вам снова придется возвращаться в тело там человека, обезьяны, нарка какого-нибудь. Может быть, что-то нехорошее девой сделали в своем блаженстве или еще что-нибудь. То есть, как вы видите, как вы видите, да, культ страдания имеется. Только проблема заключается в том, что в отличие от христианства, которое принимает на себя страдания, да, христианство, вот Иисус Христос, это щит. Это щит, который загораживает людей от страданий. И все христиане, они тоже должны стать своеобразным щитом, который загораживает других христиан и других людей вообще. Христиане, это люди, которые любят сами себя жертвовать, это самопожертвование. Это одна из главных ценностей христианства. И самая главная ценность, она именно является проявлением любви. У индусов это не так абсолютно. То есть, христианин принимает на себя страдания, он сам себя жертвует, страдает ради других. Это хорошая модель христианина. Индус, он уходит от страдания. Его цель избежать страданий любым способом. Ну и соответственно, ввиду этого, имеет смысл избавиться от всяких болезней, ну потому что это просто неприятно на самом деле. Да, потом будет перерождение, но перерождение-то вы переродите в какого-нибудь странного мальчика или зверюшку, или там, ну в асуру, допустим, если очень повезет. Ну и что вам этим асурой делать? Рано или поздно вы будете испытывать боли, что-то неприятное, смерть, страдания при перерождении. Проще сохранить память, проще сохранить все-все-все-все-все, что вам дорого, и при этом стать бессмертным. Ну, вероятно. Только другой вопрос, что это все еще одновременно соединяется с йогой. Я на авистанте, причем с тантра-йогой. Потому что с тантра-йогой наблюдаются ряд противоречий. Во-первых, я понимаю, зачем людям нужна была бы алхимия для продления своей жизни в условиях йоги до тантры. Потому что до тантры йога, она обычно долгая, и она подразумевает, что вам нужно практиковать нечто несколько жизней. Отметили, да, себя отметили? Несколько жизней практиковать, чтобы добиться освобождения. То есть, далеко не всякая индийская практика заверяет вас, что вы сможете достигнуть освобождения в рамках одной жизни. В таком смысле имеет определенные резоны продлить эту жизнь, безусловно. Но тантра-йога, это йога-риска. Это йога, которая создает определенные сложные условия, в рамках которых вы будете вынуждены... Вы будете вынуждены, в общем, быстро добиться тех или иных результатов, либо с плохим мастером сойти с ума. То есть, это йога крайне опасная, крайне жестокая, крайне сексуальная иногда, крайне странные практики в тантре пропагандируются нередко. Это тантры, которые пытаются вывести вас из состояния равновесия, и чтобы, когда вы вышли из состояния равновесия, вас, в общем, выбросило в какое-нибудь просветление, или мокшу, или еще куда-нибудь. То есть, это способ раскачать вас таким образом, чтобы вы вышли за пределы... вылетели за пределы перерождений. Зачем здесь нужна... зачем здесь нужна... зачем здесь нужна именно алхимия для продления жизни и обретения бессмертия, не до конца понятно. Более того, для индусов очень важно, опять же, понимать алхимия, вероятно, тоже была нужна далеко не всегда. Если для китайцев продлить жизнь, это святое дело. Если для, может быть, для некоторых христиан, но скорее не христиан, это тоже прекрасная задача, ну, потому что... А зачем христианину в подлинном смысле продлевать свою жизнь, если потом его ждет воскресенье в супер бессмертном офигенном теле, непонятно. То индусу это, по-моему, тоже не совсем должно быть свойственно. По крайней мере, по той причине, что практикующий индус, представитель буддизма, представитель школы йоги, представитель еще чего-то, он, в принципе, понимает, что он может переродиться в следующей жизни. И если он достаточно хорошо, но практиковал в этой, он сохранит все воспоминания о предыдущей жизни и продолжит практиковать дальше. То есть, это буквально бессмертие, это буквально бессмертие вашего духа, не духа, атмана, не атмана, неважно. В любом случае, вы будете сохранены как набор воспоминаний, как набор практик, которые надо будет еще сделать, которые вы уже сделали, как определенный набор неких достижений. То есть, при перерождении вы сохранитесь, у вас будет возможность сохраниться, если вы правильно медитировали. Не совсем понятно, зачем вообще использовать тогда алхимию, но только если вы не успеваете до конца жизни практиковать некоторые вещи. Ну вот не получается у вас, ну вот не успеваете. Вот тогда, наверное, имеет смысл продлить свою жизнь. Но, честно говоря, честно говоря, для меня это все равно не совсем понятно, потому что, ну просто потому что, скорее всего, применение всякой ртути, мышьяка и других вещей вряд ли повлияет на ваше здоровье в лучшую сторону. Это раз. Во-вторых, ну не получилось достигнуть, так не получилось. Скорее всего, вы все равно после следующего перерождения опять придете в буддизм, даже если не будете помнить, что вы буддист. И, скорее всего, вы продолжите рано или поздно вашу практику и через несколько жизней дойдете до того уровня, когда сможете сохранять воспоминания. И в конце концов вам, может быть, повезет и вас выбросит за пределы цепи перерождения и так далее, так далее, так далее. Как-то так это все работает. Я не до конца понимаю мотивацию индийских алхимиков. Я абсолютно понимаю мотивацию китайских алхимиков. Немножко в меньшей степени я понимаю мотивацию европейских алхимиков. Но я абсолютно не понимаю мотивацию индийских алхимиков. Только если бы алхимия в Индии была распространена среди народа, или среди людей, не принадлежащих к Даршинам, или не являющихся брахманами, еще какими-то интересными подвижниками. Но просто когда речь идет о хорошем, качественном подвижнике, монахе и так далее, в рамках индийской парадигмы, мне не кажется, что это ему сильно нужно. Ну и более того, когда в Индии появляется внутренняя алхимия, ну это просто становится обычной йогой, вообще все. Тогда вообще термин алхимии не имеет особого смысла. Ну ладно, друзья, я думаю на сегодня мы можем закончить. В заключении я прочитаю Николя Фламеля, завершающую часть его краткого изложения философии, вообще-то философии. Я экскурс сей короткий написал, готовясь вскоре встретиться с отцом, создателем, чья благосклонность мне это знание священное дала. Читайте же внимательно сей труд, короткий, но весьма полезный. Исследуя ему, ищите сокрытую здесь истину, и днем, и ночью неустанно. Слова философов и мудрецов под спорьем будут вам всегда. В отличие от их, мои слова весьма простонародны. За что прошу прощения, покорно ищите. В добрый путь. Николя Фламель. Ну, спасибо большое еще раз заказчикам. Огромное спасибо Вславку. Огромное спасибо Шуя ППШ. Спасибо большое, друзья, за то, что заказываете лекции. Очень рекомендую заказывать и другие лекции, в том числе по интересным мне темам. Данная тема была мне интересна, потому что алхимия тесно связана с темой стихий. А темами стихий я занимался профессионально. И спасибо, что дали мне возможность подтянуть некоторые знания в данной области. Материалы для подготовки состояли из многочисленных интернет-источников, чего я не скрываю, в том числе Википедия, в том числе и другие энциклопедии интернетовские. Книг Торченова, Кобзева, Элиада, а также работ самих алхимиков. От германифтического корпуса до текстов Парацельса. Ну, включая тексты Николая Фламеля, несколько работ. Также Бападзе, короче, куча всяких-всяких текстов я просматривал параллельно. Не скажу, что я все внимательно прочитал, но отсылки, но, в общем-то, всякие другие вещи, которые присутствуют в данной статье, я нарыл оттуда. Благодарю еще раз вас всех, друзья, за щедрые заказы. Благодарю вас за заказы лекции. Я жду еще лекции, друзья. Мне очень понравилось готовить и читать данную лекцию. Спасибо вам большое. Всем пока-пока. Увидимся с вами на стримах. Пока, друзья. Приходите на стримы, кстати, да, безусловно.